МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире наш день в студии Марии Денисенко. И сначала коротко о главном сегодня. ГИБДД правит балом за три нарушения. Правила дорожного движения автомобилистов предлагают лишать прав до полутора лет. Как вот этот молодежь сейчас без башен наездит. Я согласен. Карать и карать жестоко надо. Землю фермерам курильчане начали подавать заявки на получение дальневосточного гектара. Если будет у меня 30-40 дойных коров, то я буду уже думать купить мини-завод по переработке молочной продукции. По ту сторону Татарского пролива увидим, как через выносной причал терминала ДК Астре на танкер отгружают сухолинскую нефть. Уникальность данного сооружения в том, что он является одним из самых больших в своем роде. Наследники победы. Слет школьных поисковых отрядов прошел в Южно-Сахалинске. Это же наша страна. Мы должны это помнить и чтить. За бесплатным гектаром обратились жители Курил. Напомню, 1 октября на Дальнем Востоке стартовал второй этап приема заявлений на получение земель. Сахалинцы оказались самыми активными. Герой нашего следующего сюжета живет на Кунашире. Юрий Цыпкин планирует использовать гектар в качестве площадки для фермерского хозяйства. Пойдем. Ты же самый главный здесь. Давай. Породистый селезень – главная гордость начинающего фермера. Правда, сама птичка камера стесняется. Утро Юрия Цыпкина всегда начинается с небольшого переполоха. Надо срочно включаться в работу, всех покормить, всем уделить внимание. Юрий – бывший моряк. Много лет назад переехал из Ростовской области на Курилы. Здесь познакомился с будущей женой и остался. Хозяйством Юрий занимается относительно недавно, но за два года достиг хороших результатов. Фермер продает свинину, мясо птицы, яйца. Мечтает приобрести мини-завод по переработке молока, чтобы делать йогурты. У нас здесь этого нет на острове. Мы ждем пароход. Когда приходит пароход с Южного или с Владивостока, все бегут в магазин, с радостью покупают эти йогурты, био-йогурты, молочную продукцию. Поэтому, я думаю, надо это делать здесь, на острове, не ждать парохода. Чтобы осуществить задуманное, необходимо завести полсотни коров, а для этого понадобится дополнительная земля. Также в планах у фермера построить жилой дом на участке. Ведь если вести хозяйство, то отдавать этому делу все свое время. Недавно Юрий подал заявку на получение дальневосточного гектара. Юрий Семенович обратился один из первых с заявлением. Обратился через федеральную информационную систему. То есть, там сформировал свой участок. Заявление нам поступило, мы его рассматриваем. Думаю, все будет отлично. Всего за несколько дней заявки на дальневосточный гектар подали 10 жителей Южнокурильска. На этих землях островитяне планируют заниматься сельским хозяйством и строить жилые дома. В течение пяти лет за гектары не придется платить, но и продать их не получится. За это время необходимо начать освоение земель. По истечению пятилетки гектар можно будет оформить в собственность или оставить в аренде. Главное, как для курильчан, так и для других сахалинцев не упустить такую возможность. Ведь уже с 1 февраля подать заявку на дальневосточный гектар смогут все жители России. Жители Сахалина и Курил возмущены новыми нормами провоза багажа. С 30 октября на внутренний рейс островитяне смогут взять на борт бесплатно только 10 килограммов вместо 23. Такое решение приняло руководство авиакомпании «Аврора». Ограничения коснулись самолетов марки «Дэш» из Южно-Сахалинска на Северные и Южные Курилы, Вноглики и Аху. При этом на рейсах до Шахтерской обратно по-прежнему можно перевозить более 20 килограммов. Хотя марки воздушного судна одинаковы. По словам депутата Сахалинской областной думы Андрея Хапочкина, региональный Минтранс не владеет информацией о нововведениях. Ведомства и чиновники готовят официальный запрос к перевозчику и губернатору. Добавлю, сильнее всего эта новость отразится на жителях Курил. Ранее их лишили возможности вывозить многотонные контейнеры. Сегодня единственным способом взять с собой побольше вещей остается паром, который, в отличие от самолета, идет до островов около суток. Для сахалинских строителей предлагается устранить существующие на рынке неравные конкурентные условия. Губернатор встретился в Москве с министром строительства и жилищного хозяйства России. По мнению Олега Кожемяка, на данный момент компания из других регионов страны находится в более выгодном положении. Они не несут расходов на выплату работникам так называемых северных льгот или отправку их на материк не реже одного раза в два года. Это повод к существенному снижению цены при подаче конкурсных заявок по расчетам до 30%. Соответственно, местные компании проигрывают конкурсы и не получают контрактов, несут убытки, увольняют персонал, а в ряде случаев разоряются. К примеру, в этом году из 600 миллионов рублей, потраченных в регионе на проектные работы, на долю местных компаний приходится лишь около 10%. Такое положение дел на строительном рынке негативно сказывается и на областном бюджете. Навести порядок губернатор предложил через введение поправочного коэффициента для Дальнего Востока. Это даст возможность нам в равных условиях работать, безусловно, формировать строительную индустрию с перспективой на годы вперед, дать возможность нашим учащимся проходить практику, потому что это уже будет долгосрочная программа. Глава Минстроя России Михаил Мень поддержал озвученные предложения и инициативу рассмотрят эксперты, чтобы внести изменения в соответствующие законодательные акты. И сегодня мы вновь отправляемся в Хабаровский край, на терминал Декастрии. Здесь установлен самый большой в мире выносной одноточечный причал. Далее увидим, как с его помощью сахалинскую нефть отгружают на танкеры. С поверхности земли под воду в трубопровод, а затем в трюм танкера. Такой путь проходит нефть перед тем, как из терминала Декастрии отправиться в другой город или страну. Здесь работает самый большой в мире выносной одноточечный причал. К нему каждые три дня подходят огромные суда и увозят сахалинское черное золото. Уникальность данного сооружения в том, что он является одним из самых большим в своем роде. То есть подобные системы применяются в мире, в частности в Северном море. Но вот именно его размеры и его скорость отгрузки встречаются не очень часто. Заполнение резервуаров одного такого танкера занимает 23 часа. Всего в арсенале терминала Декастрии таких судов пять. Все они приспособлены под уникальный способ погрузки носовой. Шланг подается к носу судна и делает отгрузку более безопасной. Десять лет назад, перед тем, как начать работу на терминале, специалисты несколько месяцев оттачивали разные варианты подходов, отходов и отгрузки танкеров. За десятилетия специалисты отправили более 900 партий нефти в разные страны мира. Занимается обеспечением швартовок танкера, обеспечением безопасности танкера, пожарная безопасность, также ликвидация аварийных разливов, в случае, если такие будут иметь место. Также ледовая проводка обеспечиваем танкеров, следующих в Татарском проливе. Конструкция выносного причала специально спроектирована для работы во льдах. Зимой глыбы достигают двух метров высоту. Основание выносного причала сделано в виде конуса. С его помощью подплывающие льды раскалываются и не повреждают вышку. Высота причала более 60 метров. Это сооружение рассчитано на сотню лет эксплуатации. Бухта Чихачева. Именно так называется место, где и располагается нефтеотгрузочный терминал Декастре. Мыс Давыдова и этот полуостров, где обитают десятки животных и растений, занесенных в Красную книгу, особо охраняются специалистами терминала от аварийных разливов нефти, которых, кстати, за 10 лет здесь не было. На случай, если на станции случится авария, специалистам потребуется ровно 17 секунд, чтобы закрыть все затворы и не дать нефти попасть в море. Все управление дистанционное. Действие контролируется на суше и в ледокольных буксирах. Этот нефтеотгрузочный терминал в Декастре уже несколько раз получал звание «Лучший терминал года». За три грубых нарушения правил дорожного движения автолюбителей, возможно, скоро будут лишать водительского удостоверения. Законопроект с такой инициативой депутаты Госдумы уже поддержали в первом чтении. Чтобы остаться без прав, будет достаточно три раза в течение года превысить скорость более чем на 40 км в час. Все новое, хорошо забытое, старое справедливо замечают автолюбители. Опытные водители хорошо помнят проколы за нарушения, а также бальную систему. Вот и сейчас в Госдуму внесен законопроект, по которому граждан будут лишать прав за систематические грубые нарушения правил дорожного движения. К ним относятся превышение скорости более чем на 40 км в час, неправильное пересечение железнодорожного переезда, проезд на красный свет, невыполнение правила уступать дорогу тем, у кого есть преимущество, разворот или движение задним ходом там, где это запрещено, выезд на встречную, неправильный поворот налево или разворот, неуважение к пешеходам и другим участникам движения в случаях, когда у них есть законное преимущество. Наверное, надо как-то учить наших нарушителей, потому что по сфере профессиональной деятельности часто с ними сталкиваюсь, и если, особенно у молодых людей, которые очень любят показать свою удаль, так называемые листы нарушений иногда занимают 3-4-5 листов. Поэтому человек систематически несколько раз в месяц, а то и в неделю что-то нарушает, причем так, что попадается. Не секрет, что у нас не все далеко попадаются. Наверное, как-то надо их тормозить, все-таки это наша безопасность. Согласно законопроекту, водители, нарушившие правила дорожного движения, получившие за это административное наказание три раза и более, лишаются прав на срок от одного года до полутора лет. Тех, кто вообще не имеет водительских прав, будут штрафовать. С начала этого года в Вижно-Сахалинске около 500 водителей лишили прав на управление транспортом. Около 300 из них – это водители, которые управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, либо отказывались проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Остальная часть водителей лишены водительских удостоверений за выезд на встречную полосу, оставление места ДТП и других нарушений правил дорожного движения. Стоит отметить, нарушения, зафиксированные автоматическими камерами, учитываться не будут. Пьянка, аварии, ну это еще можно. А так же превышение скорости другое. Ну что это за это? Три раза поймали за превышение скорости лишить прав? Ну это интересно. Закон стоит принимать однозначно. И чем больше будут ужесточены наказания за нарушение правил, я так думаю, что люди все-таки начнут задумываться. И не только лишение прав. Нужно штрафы все-таки вводить. Вот от 30 тысяч и выше, я так думаю, что будут задумываться, стоит ли вообще нарушать. Или все-таки есть. Тогда мы будем уважать и водителей, пешеходов. Пешеходы-водители. Если водитель, ну нормальный человек, дисциплинированный водитель ездит, если он где-то ненароком нарушит, ну какие-то даже где-то, скажем, ну пересечет, даже скажем, ну, скажем, блин, стоп там или еще что-то. Ну, не значительное нарушение. Я думаю, не стоит. Но где есть отъявленное, пройдитесь по городу, посмотрите по вечерам. Это же ужас что творится. А за это, да, я считаю, что кара это жестко. 7 октября Госдума приняла в первом чтении законопроект почти единогласно. Однако споры вокруг него не утихают. Возможно, во втором чтении в документ внесут поправки. Страшные находки для них – обычная работа. Останки людей, ржавые боевые снаряды для поисковиков – не что иное, как память о безымянных героях. Но иногда удается закрыть пробелы в истории и восстановить имена защитников. Об этом юным поисковикам рассказали более опытные коллеги на общем слете. Этих ребят сложно удивить. Каждый из них увлекается историей родного края. Но здесь особенно экспонаты. Один из них появился в музее политехнического колледжа в прошлом году. Военная лопатка проехала вместе с участниками марафона «Сахалин-Крым» – 13 тысяч километров. Кстати, возможно, сахалинцы установили новый рекорд. Это был самый длинный тематический автопробег. Это лопата с 35-й батареей. 35-я батарея удерживала оборону как раз вот Крымского полуострова. И на ней выбиты все те города, которые посетили наши представители, когда совершали этот автопробег. На слет поисковых отрядов ребята приехали со всего острова. За три дня они узнали для себя много нового. Но этой встречи ждал каждый школьник. Артем Бандура одет военную форму. В такой одежде наши солдаты защищали Сахалин во время войны. Каждый год Артем вместе с единомышленниками отправляется в экспедиции, чтобы отыскать безымянных героев. Это сложная работа. Зачастую поисковикам нужно забыть о том, в каком веке они находятся, и представить себя на поле военных действий. В этом году на острове Шум-Шума долго они могли найти наших солдат. И вот в итоге, в этот же случай такой был, что Алексей говорит, я нашли каску советскую, халхинговку. Он ее одел, посидел, подумал, и буквально через 15 минут Сергей Радченко парадный сказал, что нашел нашего солдата. Также Артем рассказал ребятам о работе по восстановлению заброшенных монументов и обелисков. И посоветовал школьникам взять шефство у себя в районах над разбитыми памятниками. После встречи с профессиональными поисковиками ребята отправились на экскурсию. На площади Победы школьники узнали, этот танк Т-34 участвовал в освобождении Анивы во время Второй мировой. Мечта каждого из этих детей – применить свои знания на деле. Для нас это важно, чтобы люди знали о героях, которые освобили нашу землю, то, что мы живем в небо с головой. Нам нужно важно, чтобы люди знали о их подвиге, что именно они защищали нашу родину. Название слета – наследники Победы. Не случайно. Именно в эти минуты ребята себя чувствуют частью истории. Уже завтра они разъедутся по своим районам, но эту встречу запомнят надолго. Разъяренный бык повредил автомобиль и испугал детей в Паранайске, пишет сайта stv.ru. По словам очевидцев, животное оторвало у машины госномер, а затем устроило школьникам пробежку. Они прятались от него в подъезде. Один из жителей сбросил с балкона петарды. Звуки испугали быка, и он убежал. Владелец поврежденного автомобиля обратился с заявлением в полицию. Впрочем, по словам Паранайцев, гуляющие без надзора коровы – явление для города частое. Владельцев домашнего скота регулярно штрафуют, но ситуация пока никак не меняется. И наш эфир продолжает рубрика «Точка отсчета». В необычном положении японский кроссовер можно было наблюдать на пересечении улиц с Лениной и Пограничной. Это последствия дорожной аварии. По словам водителей, оба они двигались на зеленый свет. Правда, с разных сторон. Хонда направлялась по центральной дороге на юг, а легковая Тойота – вверх по Пограничной. В результате столкновения первую выкинула с проезжей части, она перескочила бордюр и влетела на кольцо магазина медицинской одежды и ателье. Кроссовер вместо ДТП покинул при помощи кран-балки. Его водитель получил порезы и ссадины. Разобраться, кто прав, кто виноват, должны помочь камеры видеонаблюдения. В Тымовском районе оперативники раскрыли сразу два преступления – угон машины и кражу полтонны картофеля. Это произошло в селе Кировском. Здесь с одного из овощехранилищ бесследно исчез грузовой ЗИЛ. Как оказалось, к этому причастны двое мужчин, один из которых раньше на этом объекте работал. Выяснилось, что перед угоном они заполнили кузов авто картофелем. Его развезли по своим домам, а грузовик, дабы скрыть следы преступления, отогнали в лес и сожгли. В Невельске начинаются судебные слушания в отношении 35-летней жительницы Горнозаводска за жестокую расправу над 74-летней Сахалинкой. Это произошло в конце июня. По версии следствия, подсудимая была уверена, что пенсионерка спаивает отца ее сожителя. Пожилая женщина в силу возраста не могла сама ходить в магазин, просила об этом соседа и заодно давала ему деньги на выпивку. Орудием убийства стала табуретка. Ею по голове пенсионерки было нанесено не менее шести ударов. Подсудимой грозит до 15 лет лишения свободы. В деле о незаконном взаимании денег за въезд на территорию оптовой базы на Украинской поставлена точка. Об этом сообщили владельцы торгового предприятия. Сотрудники прокуратуры и департамента архитектуры, градостроительства и землепользования Южно-Сахалинска установили. Будка с кассиром стоит на участке, принадлежащей городу. Соответственно, и брать деньги за въезд на базу здесь никто не имеет права. Мы ее перенесли, перенесли на территорию одного из собственников и всяческие правонарушения, которые были с нашей стороны, мы их исправили. То есть в том числе в ближайшее время там появятся парковочные знаки. Денежные средства мы взимаем не за въезд абсолютно, мы взимаем за парковку на Прескаловой территории, которая тоже в том числе находится в собственности. Что касается взимаемых денег, то по словам предпринимателей, здесь все законно. Суммы уходят на налоги, зарплату охранникам и поддержание дороги. Хотя она и муниципальная, но ее грядировкой, летом и расчисткой зимой занимаются сами бизнесмены. Победители международного конкурса «Сочинский триумф» встретили в аэропорту Южно-Сахалинска танцевальный коллектив «Ритмы детства» и «Стамари» завоевал гран-при престижного форума. В этом году девушки представили семь номеров. Выше награды удостоилась постановка «Стиляги». Соперников было очень много, было очень страшно, все паниковали в обморок падаль, было очень страшно, переживали все. Очень сильные коллективы были, я даже не ожидала, что мы выиграем. Там были и хоры, и инструменталисты, и хореография, много. Мы, конечно, участвовали в номинации «Хореография». Мы ехали в любом случае за победой, поэтому результат, который у нас сейчас, это гран-при, он оправдал все ожидания. И на этом у меня все. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова